Всем привет! Продолжаю играть с Колин Макрэй. Ралли 2005. Три, четыре. Ясно. День, мелкий гравий, мелкий гравий. Что с машиной? Повреждения тяжелые. Вот это плохо. Мосты побиты. Ну, в основном. Минус три кузов. Давай охлаждение лучше сделаем. Чуточку резвее, чтобы оно было. Двигатель что-то много времени займет. Ну, ладно. Мелкий гравий идет. Ну, возьмем мелкий гравий. Исходя из описания трассы, что? Подгоним конфигурацию такую. Так, стартуем мы все-таки на асфальте. Тихо, тихо. Не срезать, потому что сумасшедшие колышки. Я увидел. У меня пробуксовка, конечно, блин. На первой и второй передаче. Через мост аккуратно, блин. А вот и по гравию. Уезжаем. Так, грязь тут, блин, полноценная грязюка. О, машина довольно быстро движется. Она хорошая для заднеприводных машин. Я думаю, что... Я не особо разбираюсь в ней. Я знаю, что это легендарный ралли-карт легендарный. И все. Просто я свое предпочтение в ралли отдаю и только полноприводным мужчинам. И считаю их лучшим для этих дисциплин. На сто процентов. Да, далеко ходить не будем. Просто посмотрите, на чем в основном ездил Колин Макрей. И вы все поймете, что лучше для ралли. Но это не отменяет того, что машина заднеприводная в ралли тоже будет неплохая. Длинный правый 6 открытый через траплин. Тихо, тихо. Занесло. И левый 5, 30. Левый 2 через траплин и 4. Очень жесткая пробуксовка у нее есть. И длинный левый 3, сужение. И длинный правый 2, 1 6, право, ворота. И длинный левый 4. Правый 2, и внимание, траплин и правый 6, снаружи деревни. Левый 5 на контроль. Открытие пинный и закрытый. Снаружи деревни. Сейчас бы меня тут занесло бы с пробуксовочкой. Так, но все равно зеленое КП получилось. Там пинный, пинный левый 6. Пинный правый 2. Трасса классная. Одна лучше другой буквально. Это лучше этой чем-то. Это хуже этой чем-то. А в целом все отлично. Внимание, левый 5, правый 5. Правый 2 держись внутри и левый 4. Длинный правый 5, левый 5 закрытый. 30 траплин и длинный правый 5 части. На финиш 30 до остановки. Да? На финиш еще? Хороший. Посмотрим на время. Нормально, я считаю. Мне понравилось, как я проехал. Если мне нравится, то это победа. Да. На Лянче 0.37 ехал. Второй Лянче 0.37 ехал. Второй Лянче 0.37 ехал. Второй Лянче 0.37 ехал. Сиерра Косфорд. Это Фордик. Альфетто. Стратос. Тоже чувак. Как он умудрился на 6 месте. На 8 месте он есть вообще. Охренеть. Как они так ехали, я не знаю. Хотя бы посмотрите, заднее, правое заднее колесо. Очень быстро у нее изнашиваются колеса. Покрышки. Очень быстро. Бля. Низ это самое ее. Низ это, как сказать так. Ух ты. Какие кочки-то. Не направил ее правильно. Я хотел сначала затормозить, потом решил на отпущенном газе зайти. И в итоге не зашел. Немного. Еще. Я тоже эту трассу ни хрена не помню. Да нет, я по-моему тут и не ехал. Кочки, кочки. А может и ехал. Блинный Левый 2 через ворот. Закрытый через травмите. Там есть длина. Блинный Левый 5. Куски вороты. И поворот на уровне 6. Асхальт. Тридцать прыжок через ворот. Левый 2. Вот. На русском брюсе не помню. Буксовка. Буксовка. Нажимаем. Покрышку. из-за пробуксовки стащила машину посмотрите на правое заднее колесо оно уже желтое стало я начинал, оно было слегка желтенькое то есть по сути очень сильно она жрет в покрышке это лянчо из-за пробуксовки из-за заднеприводной из-за заднего привода из-за вот этого пробуксовки шина протирает под люк гадина такая шина-то я нормальная все равно подобрал по описанию трассы но что есть то есть если без техобслуживания поехать и третий этап я просто не доеду на ней не я доеду но все контрольные пункты будут чуть-чуть красные и место там какое-нибудь шестое вот так как минимум я просто не понимаю даже если ну видите выбора нет у меня я открыл до этого по-моему альфа ну или нет лянча я не помню она по-моему она по-моему здесь тоже едет кто-то на ней из компа из компов кто-то на ней едет но она не прокачана она намного слабее это на финиш так три минуты сейчас посмотрим на шины сейчас посмотрим на шины да время конечно да швеция швеция у нас снег вон видно заснеженное покрытие этих обслуживания халявное сделано повреждений нет ну повезло утро ясно утро так погода ясно полдень отрамбованный снег отрамбованный снег рыхлый снег снег на плотном снегу вот давай возьмем снег и поехали красота зима обожаю обожаю зиму в реальной жизни обожаю зиму вот в игре смотрится красиво просто красота лянча со своей раскрасочкой тоже здесь смотрится шикарно у нас сегодня плюс восемнадцать сегодня какой там девятнадцать или двадцатый сентября плюс восемнадцать ну я посмотрел на неделю там прогноз вроде будет 25 ну короче говнистая погода у нас пишут 25 а все равно по ощущениям больше будет более чем уверен очень жду когда наступят холода особенно жду зиму надеюсь что в этом году будет нормальная зима снежная морозная более-менее я говорю морозная более-менее на юге вот у нас где-то ну чтобы хотя бы минус десять вот что-то минус девять восемь десять вот так вот достаточно вполне и снежочек просто шикарно ну и вот такую погодку пусть она хоть полгода держится блин вообще будет шикарно мне одна знакомая говорит типа ну чё ты типа живёшь на юге куда транследующая говорит а я без понятия я тут родился вот я никогда не любил лето абсолютно я не вижу в нём положительных моментов никаких на юге здесь совершенно если в каких-то там регионах если лето это ну где например пусть будет Мурманск да лето плюс двадцать три по моему максимум и то там он длится очень мало и вечером то есть если днём было двадцать три летом возьмём июнь-июль то вечером будет там плюс двенадцать плюс десять то есть вот на такое лето да я согласен разговоров нет а вот как у нас днём плюс сорок где-то вот так ну тридцать семь что-то такое а вечером тридцать ребят это просто надо почувствовать всё вместо тысячи слов приезжайте и чувствуйте левый штурмана постоянно я поговорить например если хотел что-нибудь такое рассказать не только об игре например почему нет немножко там о себе о регионе как у нас всё ох ты ё-моё поднимайте меня краска даже вот по это содраная сбоку слева видно и на крыше немного что ещё могу сказать что у нас блюдский губернатор в Краснодарском крае это на сто процентов от единой России вообще уродиц ещё тот у нас яблоки стоят нормальные яблоки не именно нормальные не гнелушки какие-то там маленькие яблочки которые в принципе для свиней на горьк пойдёт а нормальные яблоки ну 90-100 вот так вы представляете на Кубани где полно у нас фруктов овощей всего до хера жратлы блять сто рублей яблоки я просто ебанусь реально каждый день ой-ой-ой поехали какие-то горки бешеные едем ой блять за это в снег заехал жаль я бы тут ещё подвыжил немного в общем ужас ужас всё очень плохо а цена зарплаты у нас маленькие я вот вот так вот такая вот фигня ко мне сестра с Москвы прилетала да и приезжала она бывала вот она говорит что блять у вас типа цены у нас говорит зарплата так и цены как у вас такие я говорю яху его знают понятия не имею почему так происходит вся фигня идет с верхушки вся рыба с башки гниет вся и вот от этого цены условия жизни и так далее и так далее если воры там сидят какие-то то и будут люди страдать получать какие-то копейки и еще типа блять скажите спасибо я даже на ярмарку специально выходного дня ездил ну много раз у фермеров короче покупают покупать ну фрукты овощи и так далее не в магнитах каких-то ебучих пятерочках а нормальных фрукты овощи вот блять тоже цены и что что делать блять можно с торговаться там как то я например мы брали там помидоры на закатку куча я там купил по моему сколько 25 килограмм что такое по 10 или по 15 рублей мне там отдали хотя у них там цена стояла по моему 25 что ли что такое так ну тут тоже самое только идет снег сейчас кузов это я перевернулся ну как раз хватило так утрамбованный снег там идет есть снег утрамбован рыхлый снег нет ну так же едем что вот такая вот балда на юге ловить нехоти я вам так скажу нехоти зарплат здесь нет условий здесь не очень то есть цены на жилье охуевшие ну не ездите на юг мой вам совет жить не переезжайте сюда здесь не надо ну как бы ничего хорошего вы не получите ну да ну ничего не будет сюда можно приехать например как-то отдохнуть в Манапу в Сочи в Геленджик да но жить сюда наоборот надо уезжать просто я не вижу перспектив с таким губернатором каких-то хороших что что-то будет нет надежды нет веры завтрашний день что например все будет хорошо там ты купишь например ты заработаешь нет такого здесь просто нет у нас есть такая хорошая поговорка кому жить в России хорошо ворам и дуракам вот она работает на сто процентов в России очень много специальностей как сказать вот много у нас например тоже есть всяких юристов экономистов которые не работают они работают они продают белье разное в павильонах на рынке они работают уборщицами продавцами в магазинах все потому что идут учиться на невостребованные специальности на которых на рабочее место там сто человек вот а ну не хотят ручками трудиться работать нормальную работу делать думать что это не престижно как раз таки это и есть престижная работа нормальная нормальная человеческая обычная работа ну они потом понимают к сожалению это когда устраивается пищевой павильон какой-нибудь за 15 тысяч тряпками торговать думать нахуй я там училась например на бухгалтера нахуй он не нужен никому таких бухгалтеров сидит 150 человек ждущих рабочее место вот чем проблема у меня есть знакомая девушка она занимается ну как хотел сказать дизайнерство нет больше она занимается по дереву в общем она там какие-то изделия тоже делать что-то там в общем такая как сказать токарная какая-то такая у нее специальность я не помню точно название руками работает скидывала мне свои изделия то есть там разнообразные из плиток они что-то делают тоже вот полустроительная такая ну чё нормально она осознав пошла на эту специальность выбрала ее есть знакомый он занимается зоологией в общем тоже он пошел туда из-за любви к животным к животному миру он то есть себя там все хорошо вот ну и так далее и так далее можно приводить кучу примеров так притормозим вот так надо же перегретые эти самые диски сейчас поверну машина повернула охренеть в такую-то погоду они еще и раскаленные как так-то более чем должно хватать охлаждения если они там нормально вентилируемые какие-то керамические вернее что они так греются хотя я бы не сказал что у нее такие прям отличные тормоза ой это я по льду сейчас еду она что-то проскальзывает неплохо у меня по снегу да шина и правый 20 левый 2 и поворот на правый 4 7 левый правый 2 левый 3 50 левый 2 на финиш 50 ну а вот и финиш ну что неплохо по времени тоже отбил что у нас идет у нас идет какой-то такой вот а это этот что здесь лед 99 процентов нифига себе где лед поехали я понял в супер этап вспомнил эту хрень 5 4 и эти этапы как я просрал его не помню на чем но помню что просрал на subaru что ли я был что-то такое эти шины и это шины для льда серьезно да и на тех по-моему лучше она цеплялась так ну наверно все-таки нет нет не лучше и внимание походку через мост и длинный прыжок в левый 6 супер этап и длинный прыжок и длинный прыжок в левый 6 закрыт надо выиграть я хочу выиграть его и левый 2 в правый 6 закрыт а нет я по-моему на тойоте ехал на селике и левый 2 открытый 7 да давай господи он и в левый в левый в левый 6 левый 2 левый в правый в левый сужение 50 так так сужение в мое самому приходится переключать, она сильно начинает пробуксовывать и закупоривается в повороте передачи как плохо зашел сейчас вообще так, ну что, я билингая, да, точка висения, что я ни разу не смотрел сейчас за заезд, под конец глянул, да, я победил ну вот, четвертый этап, последний, это будет у нас, заезды будут в Германии, то есть раз-два, техобслуживание, три-четыре, финал вот, ну, это будет в следующей серии, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем пока